С зубной пастой и кремом для обуви на русскую землю немцы шли с расчетом остаться надолго. Самарские поисковые отряды несколько лет ведут раскопки под Оржевом. Среди находок – личные вещи, документы, оружие солдат советской армии и фашистских захватчиков. Самые ценные находки для поисковиков – останки бойцов, пропавших без вести. Личность некоторых удается восстановить по специальным медальонам с именами. Такой медальон найти – это огромная редкость, потому что в основном бумага портилась от времени, медальоны терялись или иногда не заполнялись вовсе. Все бойцы, личность которых была не установлена, были похоронены на кладбище в деревне Верегина. Все исторические находки теперь будут храниться в музее 41-й школы. Всего их порядка 200. Здесь школьники могут воочию увидеть, с каким оружием в руках шли в бой их прадеды, какими лекарствами спасались, какие письма писали домой. Очень понравились вырезки из газет «Правда», потому что они действительно пропитаны каким-то духом, газеты тех лет, и чувствуешь себя на месте читавших их. То есть ты раскрываешь газету, первый раз видишь известие о победе, слышишь голос Левитана по радио, и, конечно, ты проникаешься. Подвиг, который совершили люди в Великой Отечественной войне, его всегда надо помнить. И ни в коем случае не забывать, особенно в такое время, когда пытаются переписать историю. В 41-й Самарской школе в год 70-летия Победы проводится большая патриотическая работа. Школьники встречаются с ветеранами, ездят на экскурсии по городам-героям. Не только этот год, и не только эта знаменательная юбилейная дата, но и вся оставшаяся жизнь детей, конечно же, наших, она пройдет с той памятью, которая у них сформирована, сейчас сформируется в школе. В преддверии празднования Дня Победы в 41-й школе прошла торжественная линейка и концерт. Также школьники смогли попробовать настоящую солдатскую кашу. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События.